ГУСТАВ ФЛУБЕР ЛЮДЮКАСИОН СЕНТИМЕНТАЛЬ ГУСТАВ ФЛУБЕР ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ ИСТОРИЯ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ, ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ Когда де Ларье явился к Домброзу, тот думал о том, чтобы вдохнуть жизнь в свое каменно-угольное предприятие. Но на слияние частных обществ смотрели косо. Кричали, что получится монополия, не желая принимать во внимание, что такое крупное дело, требует огромных капиталов. Де Ларье нарочно прочел книгу ГОБЕ, статьи Шаппа в горнозаводском журнале и изучил вопрос до тонкости. Он пояснил, что закон 1810 года устанавливает незыблемое право концессионера. Впрочем, всему предприятию можно придать демократическую окраску. Ведь воспрепятствовать объединению каменно-угольных компаний — это значит нарушить самый принцип ассоциаций. Домброз вручил ему свои заметки для составления докладной записки. Что же до оплаты его трудов, то он надавал кучу обещаний, столь же заманчивых, сколь и неопределенных. Де Ларье пришел к Фредерико и сообщил о своем разговоре. Кроме того, выходя от промышленника, он видел в подъезде госпожу Домброз. «Поздравляю! Тебе чертовски повезло!» Потом поговорили о выборах. Надо было что-то придумать. Три дня спустя Де Ларье принес исписанный лист бумаги — статью, предназначенную для газеты. Это было открытое письмо Домброза, в котором он одобрял кандидатуру их друга. Получив поддержку консерватора и заслужив похвалу красного, кандидатура Фредерико должна была иметь успех. Каким образом капиталист поставил свое имя под этим сочинением? Адвокат, по собственному почину, ничуть не стесняясь, показал статью госпоже Домброз. Та нашла ее очень удачной и взялась устроить остальное. Фредерико этот шаг удивил, однако он его одобрил. Узнав, что Де Ларье предстоит встретиться с господином Рокком, Фредерико рассказал ему о своих отношениях с Луизой. «Скажи им все, что захочешь, что у меня дела расстроены, что я привожу их в порядок. Она еще достаточно молода, может подождать». Де Ларье уехал. Фредерико стал смотреть на себя, как на человека чрезвычайно ловкого. Он испытывал полное и глубокое удовлетворение. Радостное осознание, что он обладает богатой женщиной, ничем не омрачалось. Его чувства гармонировали со всем ее окружением. Теперь его жизнь полна очарования. Добродетели услаждала его, как будто это почитание относилось и к нему. Подчас Фредерико хотелось крикнуть. «Да я же ее знаю лучше, чем вы! Она моя!» Вскоре связь их стала известна в свете, превратилась в нечто всеми признанное. Госпожа Дамбрус всю зиму выезжала в свет вместе с Фредериком. Он почти всегда приезжал раньше ее и мог видеть, как она входит с веером в руке, с жемчугом в волосах, с обнаженными плечами. Она останавливалась на пороге, вырисовываясь в дверях точно в рамке. Делала легкое нерешительное движение и щурила глаза, отыскивая его взглядом. Назад она везла его в своей карете. В стеклах листал дождь, прохожие, подобные теням, скользили по грязи, а Фредерик и госпожа Дамбрус, прижавшись друг к другу, смотрели на все это рассеяно, с пренебрежительным равнодушием. Потом, под разными предлогами, он еще добрый час оставался у нее в комнате. Госпожа Дамбрус отдалась ему главным образом от скуки. Но этот последний опыт не должен был остаться тщетным. Ей захотелось зажечь в нем страстную любовь. Она стала баловать его, осыпать подарками. Она посылала ему цветы, вышила обивку для кресла. Чтобы вся его жизнь была связана с мыслью о ней, подарила портсигар, чернильницу, множество вещиц, необходимых в обиходе. Вначале эти знаки внимания восхищали его, но вскоре стали казаться вполне естественными. Она садилась в фиакр, отсылала его, доехав до какого-нибудь крытого прохода, углублялась в него, а потом с противоположной стороны опять выходила на тротуар и, скользя вдоль домов, с двойной вуалью на лице, добиралась до улицы, где Фредерик, уже стоявший на часах, быстро брал ее под руку и уводил к себе. Обоих лакеев он отпускал со двора, швейцар осылал с каким-нибудь поручением. Госпожа Домброс оглядывалась по сторонам. Опасаться было нечего, и она с облегчением вздыхала, как изгнанник, узревший родину. Удача придала им смелости. Их свидания участились. А вдруг как-то вечером она нежданно явилась к нему в бальном наряде. Такие сюрпризы были опасны. Он упрекнул ее в неосторожности. К тому же она произвела на него невыгодное впечатление. Открытый лиф слишком обнажал ее тощую грудь. И тут он осознал то, что скрывал от себя. Чувственное разочарование в ней. Это не мешало ему притворяться пылко влюбленным. Но чтобы ощутить страсть, он должен был вызывать в своей памяти образ Розанетты или госпожи Арну. Благодаря этой вялости чувств голова его была вполне ясна. И более чем когда-либо он стремился к высокому положению в свете. Раз у него такая опора, следует, по крайней мере, воспользоваться ею. Однажды утром, в середине января, в кабинет к Фредерику вошел Сенекаль. И в ответ на его удивленное восклицание сообщил, что он теперь секретарь Деларье. Он привез с собой письмо. В письме были добрые вести. Однако Деларье журил друга за небрежность. Приехать надо было самому. Будущий депутат ответил, что отправится в путь послезавтра. Сенекаль не высказал своего мнения о его кандидатуре. Говорил он о самом себе, о положении в стране. Как бы ни было оно плачевно, это его радовало, ибо открывало путь к коммунизму. Прежде всего, само правительство ведет к этому. Ведь с каждым днем становится все больше дел, которые вершит государство. Если же говорить о собственности, то, несмотря на свои слабые стороны, Конституция 48-го года не пощадила ее. Во имя общественной пользы государство может отныне брать все, что находит нужным. Сенекаль объявил, что стоит за твердую власть. И Фредерик услышал в его речах преувеличенный отголосок собственных слов, сказанных в беседе с Деларьи. Республиканец ополчился даже на несостоятельность масс. Рабеспьер, защищая права меньшинства, предал Людовика XVI суду конвента и спас народ. Цель оправдывает средства. Диктатура иногда неизбежна. Да здравствует тирания, если только тиран творит добро. Беседа была продолжительной. Собираясь уходить, Сенекаль признался, может быть, это и составляло цель его посещения, что Деларье очень встревожен молчанием Домброза. Но Домброз был болен. Фредерик навещает его каждый день. Он, как близкий человек, имеет доступ к больному. Промышленника крайне взволновала отставка генерала Шангарнье. В тот же вечер он почувствовал сильный жар и такое стеснение в груди, что не мог спокойно лежать. После пьявок ему сразу полегчало. Сухой кашель прошел, дыхание стало ровнее, а неделю спустя он, глотая бульон, сказал «Да, дело идет на лад, но я чуть было не отправился на тот свет». «Только не без меня!» — воскликнула госпожа Домброз, давая понять, что она не пережила бы его. Вместо ответа он посмотрел на жену и ее любовника со странной улыбкой, сочетавшей в себе и смирение, и снисходительность, и насмешку, и даже как бы шутку, почти веселый намек. Фредерик собрался ехать в Ножан, но госпожа Домброз не пустила его, и он то укладывал, то распаковывал чемоданы, смотря по тому, какой оборот принимала болезнь. Неожиданно у Домброза пошла кровь горлом. Светила науки, призванные к больному, не сказали ничего нового. Ноги у него опухли, он слабел. Несколько раз он выражал желание повидать Сесиль, находившуюся на другом конце Франции, вместе с мужем, который месяц тому назад был назначен податным инспектором. Он верил непременно вызвать ее. Госпожа Домброз написала три письма и показала их мужу. Не доверяя сестре милосердия, она ни на секунду не оставляла его, не ложилась спать по ночам. Знакомые, которые расписывались у швейцара, с благоговением спрашивали о ней. Прохожие проникались уважением при виде огромного количества соломы, положенной на мостовой возле дома. Двенадцатого февраля в пять часов у больного открылось сильное кровохарканье. Дежуривший у него врач предупредил, что положение опасное. Послали за священником. Пока Домброз исповедовался, супруга издали с любопытством смотрела на него. Затем молодой врач поставил шпанскую мушку и стал ждать, что будет. Лампы, отгороженные мебелью, неровно освещали спальню. Фредерик и госпожа Домброз, стоя у изголовья кровати, смотрели на умирающего. У окна в полголоса разговаривали священник и врач. Сестра милосердия, стоя на коленях, бормотала молитвы. Наконец послышалось хрипение. Руки холодели, бледнело лицо. Порой он испускал глубокий вздох. Вздохи остановились все реже. Вырвалось несколько невнятных слов. Он тихонько вздохнул, закатил глаза. Голова свесилась на подушку. С минуту все стояли неподвижно. Госпожа Домброз подошла и без усилия, просто, как исполняют долг, закрыла ему глаза. Потом она воздела руки, извиваясь всем телом, словно бы от затаенного отчаяния, и вышла из комнаты, поддерживаемая врачом и сестрой милосердия. Четверть часа спустя Федерик поднялся в ее спальню. Там чувствовался неизъяснимый аромат, исходивший от изящных и хрупких вещей, которыми она была и наполнена. Госпожа Домброз стояла у камина. Хотя он и не ожидал найти ее в глубокой скорби, но все же думал, что она опечалена, и спросил грустным тоном. — Тебе тяжело? — Мне? — Нет, нисколько. Обернувшись, она увидела платье, стала его разглядывать, потом попросила его не стесняться. — Кури, если хочешь, ты же у меня! И глубоко вздохнула. — О, Господи! Какое облегчение! Федерико это восклицание удивило. Он заметил, целуя ей руку. Но ведь нам же и так не мешали. Этот намек на легкость их связи, видимо, кольнул госпожу Домброз. Ты не знаешь, какие услуги я ему оказывала и какие неприятности мне приходилось переносить. — Да неужели? — Ну да. — Разве можно спокойно жить, когда с тобой рядом его незаконная дочь? Это девочка, которую он ввел в дом через пять лет после свадьбы. Если бы не я, он, конечно, сделал бы ради нее какую-нибудь глупость. Тут она посвятила Федерико в свои дела. По свадебному контракту каждый из супругов самостоятельно распоряжался своим имуществом. Ее состояние достигало трехсот тысяч франков. Домброз на случай своей смерти закрепил за ней пятнадцать тысяч годового дохода и дом. Но вскоре написал завещание, по которому она являлась его единственной наследницей, а по приблизительным подсчетам его состояние превышает в настоящее время три миллиона франков. Федерико изумился. Было из-за чего стараться, правда? Впрочем, я помогла их нажить. Ведь я же защищала свое же добро. Сосель меня обобрала бы, а это было бы несправедливо. Почему она не приехала повидаться с отцом? Услышав этот вопрос, госпожа Домброз пристально посмотрела на него. Потом сухо ответила. Не знаю. Верно, потому что бессердечно. О, я ее знаю. Зато от меня она не получит ни одного су. Но Сосель вовсе не была и в тягость, особенно со времени своего замужества. Ох уж это замужество! Усмехнулась госпожа Домброз. Теперь она раскаивается, что слишком хорошо относилась к этой дуре, завистливой, корыстной, лицемерной. Все недостатки отца. Она бронила его все ожесточеннее. Не было человека более лживого, к тому же беспощадного, черствого, бездушного. Скверный, скверный человек. Допустить ошибку могут самые умные люди. Промах сделала и госпожа Домброз, дав волю накопившейся злобе. Фредерик, сидя против нее в глубоком кресле, размышлял. Его шокировало все это. Она встала и медленно опустилась к нему на колени. «Один ты, хороший. Я люблю только тебя». Она глядела на него, и сердце ее смягчилось. Наступила первая реакция. Глаза наполнились слезами, и она прошептала. «Хочешь на мне жениться?» Сперва он подумал, что ослышался. Такое богатство ошеломило его. Она повторила громче. «Хочешь на мне жениться?» Наконец он улыбнулся и сказал. «И ты сомневаешься?» Потом ему стало стыдно, и чтобы хоть как-то исправить свою вину перед покойным, он вызвался провести ночь около него. Но, стесняясь такого добродетельного намерения, развязно прибавил. «Так, пожалуй, будет приличнее». «Да, пожалуй», — ответила она. «Из-за прислуги». Кровать выдвинули из Олькова. Монахиня стояла в ногах. У изголовья встал священник, не тот, что был днем, а другой, высокий, тощий человек, похожий на испанца, с фиду фанатик. На ночном столике, покрытом белой салфеткой, горели три свечи. Фредерик сел на стул и стал смотреть на покойника. Лицо было желтое, как солома. По углам рта запеклась кровавая пена. Голова повязана фуляром. Лежал он в вязаной фуфайке с распятием скрещенных на груди руках. Кончилась эта суетная жизнь. Сколько раз он ездил по всяким канцеляриям. Сколько итогов подводил. Сколько дел устраивал. Сколько выслушивал докладов. Сколько болтовни, улыбок, поклонов. Он приветствовал Наполеона, казаков, Людовика XVIII, 1830 год, рабочих, все правительства и так нежно любил всякую власть, что сам готов был платить, лишь бы его купили. Но после него остались поместья в Ла Фортель, три мануфактуры в Пикардии, лес Крансе в департаменте Ионны, ферма под Орлеаном, ценное движимое имущество. Фредерик пересчитывал его богатство. Ведь они должны достаться ему. Прежде всего он подумал о том, что скажут люди. Затем о подарке для матери, о своих будущих выездах, о старом кучере их семьи, которого он возьмет к себе швейцаром. Ливрея, разумеется, будет иная. Большую гостиную он превратит в рабочий кабинет. Если в третьем этаже разобрать три стены, то можно будет завести там картинную галерею. Внизу, если удастся, надо устроить турецкую баню. А как быть с конторой Домброза, этой неприятной комнатой? Когда священник сморкался или монахиня мешала угли в камине, эти звуки грубо нарушали мечты Фредерика. Но действительность подтверждала их. Покойник по-прежнему лежал здесь. Веки приподнялись, и хотя глаза заволокла темная пелена смерти, они сохраняли невыносимо загадочное выражение. Фредерик словно читал в них осуждение себе и испытывал угрызение совести, ибо не мог пожаловаться на этого человека, который, напротив... Да полно же! Старый мерзавец! Он пристальнее взглядывался в него, чтобы ободриться, и мысленно спрашивал «Ну и что же? Разве я убил тебя?» Священник читал молитвы. Монахиня дремала, не шевелясь. Пламя свечей удлинялось. Целых два часа раздавался глухой грохот повозок, ехавши к крытому рынку. В окнах посветлело. Проехал фиакр. Потом по мостовой прогнали стадо ослиц. Доносились удары молотка, Крики разносчиков, Звуки рожка. Все это сливалось в мощном голосе пробуждающегося Парижа. Фредерик принялся за хлопоты. Прежде всего отправился в мэрию, чтобы заявить о смерти. Потом, когда врач выдал свидетельство, Снова поехал в мэрию сообщить, На каком кладбище семья желает похоронить покойника, А затем в бюро похоронных процессий. Служащий извлек проспект бюро и реестр, Где перечислялись разряды погребения и все подробности церемониала. Какую колесницу пожелают заказчики? С карнизом или с султанами? Должны ли быть у лошадей заплетены гривы? А плюмажи у прислуги? Поставить на похоронных дрогах вензель или герб? Потребуются ли погребальные факелы? Человек, чтобы нести ордена? Сколько потребуется карет? Фредерик не скупился. Госпожа Домбрёвс решила ничего не жалеть. Потом он отправился в церковь. Викарий, ведавший похоронами, Первым делом стал бронить похоронное бюро. Особое лицо для несения орденов, Право же ни к чему. Лучше бы заказать побольше свечей. Условились, что заупокойная обедня будет с органом. Фредерик расписался под условием, Обязуясь за все уплатить сполна. Далее он заехал в ратушу, Чтобы купить место на кладбище. Участок в два метра длиной и один шириной Стоил пятьсот франков. Место приобретается на пятьдесят лет Или навечно? Разумеется, навечно, Сказал Фредерик. Он с головой ушел в эти хлопоты, Старался изо всех сил. Во дворе особняка его ждал Мастер-мраморщик С проектами памятников В греческом, египетском, Мавританском стиле И с метами. Но домашний архитектор Уже успел обсудить этот вопрос С самой хозяйкой. На столе в вестибюле Лежали объявления Насчет чистки матрацев, Дезинфекции комнат И различных способов бальзамирования. После обеда он поехал к портному Заказать траур для прислуги И, наконец, пришлось еще раз Съездить туда же, Так как он заказал замшевые перчатки, А надо б нам было шелковые. Когда он явился на следующее утро К десяти часам, В большой гостиной уже собралось Много народа. И почти все с печальным видом, Подходя друг к другу, говорили, Еще месяц тому назад я обидел его. Боже мой, Все там будем. Да, но постараемся, Чтобы это случалось как можно позднее. Затем с довольным смешком Затевали не относящиеся К делу разговоры. Наконец, распорядитель похорон В черном фраке, По французскому обычаю В коротких штанах, В плаще с плерезами, Со шпагой на перевязи И треугольной шляпой под мышкой, Поклонился И произнес традиционные слова. Если угодно, господа, Пожалуйте. Шествие тронулось. Был день цветочного базара На площади у церкви Святой Магдалины. Погода стояла ясная, теплая. Ветерок, трепавший Парусиновые навесы палаток, Надувал с боков Огромное черное сукно, Повешенное над главным входом, Где трижды повторялся Герб Домброза. Прикрепленный к бархатным квадратам. Он представлял На черном поле Золотую шуйцу, Сжатую в кулак, В серебряной перчатке, С графской короной И девизом Всеми путями. Тяжелый гроб Внесли по ступеням лестницы, Сопровождающие вошли в церковь. Шесть пределов храма, Полукруг за алтарем сиденья, Все было обтянуто черным. На катафалк, Стоявший перед алтарем, Подал желтоватый свет Высоких восковых свечей. По углам его горел В канделябрах спирт. Наиболее важные лица Разместились поближе к алтарю, Прочие сели в нефе, И служба началась. За исключением нескольких человек, Все присутствующие были Столь несведущи в церковных обрядах, Что распорядитель похорон Время от времени подавал знак, Приглашая встать, Опуститься на колени, Снова сесть. Орган и два контрабаса Чередовались с голосами певчих. В промежутках слышно Было бормотание священника У алтаря. Потом пение и музыка Возобновлялись. Из трех куполов Лился матовый свет. В открытую дверь Врывался поток дневного света, Озаряя обнаженные головы, А в воздухе На половине высоты церкви Стоял полумрак, Пронизанный отблесками Золотых украшений На ребрах сводов И на листьях капителий. Чтобы рассеяться, Фредерик прислушался К диез Ире. Он оглядывал присутствующих, Стараясь рассмотреть живопись, Расположенную слишком высоко, Эпизоды из жития Магдалины. По счастью, Рядом с ним сел Пелерен И тотчас спустился В долгие рассуждения о фресках. Ударил колокол. Стали выходить из церкви. Дроги, Задрапированные сукном И украшенные высокими султанами, Направились к кладбищу Пер-Ла-Шез. Колесницу везли Четыре вороные лошади С заплетенными гривами, Плюмажами на головах И в длинных черных попонах, Шитых серебром. Кучер был в ботфортах И в треуголке С длинным, Неспадающим крепом. За шнуры колесницы Держались четверо. Квестер палаты депутатов, Член генерального совета Департамента, Обы, Представитель каменно-угольной Компании И на правах друга Фюмишом. За другами следовали Коляска покойного И двенадцать Траурных карет. Остальные провожающие Шли по бульвару. Прохожие останавливались Посмотреть на Траурную процессию. Женщины с младенцами На руках Влезали на стулья. Посетители кафе, Зашедшие выпить Кружку пива, Появлялись С бильярдными Киями У окон. Путь был длинный, И, подобно тому, Как на парадных Обедах гости Вначале бывают Сдержаны, А потом Становятся общительны, Натянутость Вскоре исчезла. Беседовали о том, Что палата Отказала президенту В осигнованиях. Пискатуре Слишком резок. Монталамбер Великолепен, Как всегда. Господам Шамболю, Пиду, Критону, Словом, Всей комиссии Надо было Последовать совету Контен-Бошара И Дюфура. Разговоры продолжались И на улице Рокет С ее лавками, В витринах которых Выставлены только Цепочки из цветного стекла До черные кружки, Покрытые золотыми узорами И буквами, Что придает этим лавкам Сходство с пещерами, Полными Сталактитов Или с посудными Магазинами. Но у решетки кладбища Все мгновенно замолкли. Между деревьями Возвышались Надгробные памятники. Усеченные колонны, Пирамиды, Часовни, Дальмены, Обелиски, Склепы В этруском стиле С бронзовыми дверями. За оградами Были устроены Своего рода Могильные будуары С садовыми креслами И складными стульями. Паутина лохмотьями Свисала с цепочек На урнах, Пыль покрывала Атласные банты Букетов И распятий. И всюду Между столбиками Аграты На могилах Венки Из иммортелей, Светильники, Вазы, Цветы, Черные диски, Украшенные Золотыми буквами, Гипсовые статуэтки, Мальчики, Девочки, Ангелочки, Повисшие в воздухе На латунной проволоке. Над некоторыми Могилами Были устроены Цинковые навесы. С надгробных стел На каменные плиты Спускались, Извиваясь, Как удавы, Огромные канаты Из крученого стекла Черного, Белого И голубого. Освещенные солнцем Они искрились Среди черных Деревянных крестов, А колесница Медленно подвигалась Вглубь широких проездов, Мощенных наподобие Городских улиц. Оси Время от времени Скрипели, Стоя на коленях, Так что подол платья Волочился по траве, Женщины тихо Беседовали Со своими Покойниками. Между зелеными Ветвями Тисов Подымался Беловатый дым. Это жгли Остатки Старых венков И украшений. Могила Дамброза Находилась По соседству С могилами Манюэля И Бенджамена Констана. Здесь Начинается Крутой спуск, Обрыв. Внизу Видны Зеленые Вершины Деревьев. Дальше Трубы Паровых Насосов, А вдали Весь Огромный Город. Слушая Надгробные Речи, Фредерик Любовался Видом. Первая Ветерик Ветерик в роли народного представителя. Правда, он не был оратором, зато обладал такими в тысячу раз более ценными качествами, как... и так далее. Было сказано все, что полагается в подобных случаях. Безвременная кончина, вечные сожаления, иной мир, прощай, нет, вернее, до свидания. Посыпалась земля, смешанная с камешками, и теперь уже никому на свете не было дела до господина Домброза. О нем еще немного поговорили, пока шли по кладбищу, и в суждениях не стеснялись. Юсане, которому предстояло дать в газете описание похорон, припомнил и высмеял все речи. Ведь, что ни говори, а почтенный Домброз был за последнее царство не одними из самых крупных взяточников. Потом траурные кареты развесли всех этих буржуа по их конторам. Церемония заняла не слишком много времени, так что все были довольны. Федерик, утомленный, поехал домой. Когда на другой день он явился к госпожа Домброз, ему сказали, что она занята внизу, в конторе. Папки, ящики были открыты, счетные книги разбросаны, сверток с надписью «Безнадежные взыскания» валялся на полу. Федерик чуть было не упал, зацепившись за него ногой и поднял бумаги. Госпожа Домброз, казалось, потонула в глубоком кресле. — Что такое? Почему вы пропали? Что случилось? Она вскочила. — Что случилось? Я разорена. Разорена! Понимаешь? Нотариус, господин Адольф Лангуа, пригласил ее к себе в контору и сообщил содержание завещания, составленного ее мужем еще до их свадьбы. Он все оставлял Сесиль. А другое завещание, более позднее, было потеряно. Фредерик побледнел. Наверное, она плохо искала. — Да ты посмотри! — воскликнула госпожа Домброз, указывая на комнату. Оба несгораемых шкафа стояли открытые. Замки были сломаны молотком. Она перерыла еще раз письменный стол, обыскала стенные шкафы, встряхнула соломенные половики, но вдруг пронзительно вскрикнула и бросилась в угол. Только сейчас ей бросился в глаза ящичек с медным замком. Она открыла его пусто. — Ах, мерсавец! А я так самоотверженно ухаживала за ним! Она зарыдала. — Может быть, завещание в другом месте? — спросил Фредерик. — Да нет! Оно было здесь, в несгораемом шкафу. Я недавно его видела. Он его сжег, я уверена! В начале своей болезни Домброз как-то приходил сюда подписать бумаги. Тогда он это и сделал. Она в изнеможении упала на стул. Мать, потерявшая ребенка, не так скорбит над опустевшей колыбелью, как сокрушалась госпожа Домброз у сияющих несгораемых шкафов. И все же, несмотря на низменность мотива, в горе ее казалось столь глубоким, что он попытался утешить вдову. Ведь, в конце концов, это же не нищета. Нет, нищета, раз я не могу предложить тебе большое состояние. У нее оставалось только тридцать тысяч годового дохода, не считая дома, стоившего, пожалуй, тысяч восемнадцать-двадцать. Хотя в глазах Фредерико и это было богатством, он тоже испытал разочарование. Прощайте мечты! Прощай широкая жизнь, которую он собирался вести. Чувство чести требовало, чтобы он женился на госпоже Домброз. Он подумал немного, потом ласково промолвил. Но со мной будешь ты. Она бросилась к нему в объятия, и он прижал ее к своей груди с нежностью, которой отчасти примешивалось и восхищение самим собою. Госпожа Домброза, сушив слезы, подняла к нему лицо, сияющее от счастья, и взяла его за руку. «Ох, я никогда в тебе не сомневалась! Я на это рассчитывала!» Такая заблаговременная уверенность в том, что сам он считал благородным поступком, молодому человеку не понравилось. Потом она увела его к себе в спальню, и они стали строить планы. Фредерик должен теперь подумать о своей карьере. Она дала ему превосходные советы относительно его кандидатуры. Во-первых, надо выучить две-три фразы из политической экономии. Затем следует избрать себе специальность. Например, коннозаводство. Написать несколько статей по вопросам местного характера, поддерживать связь с почтовыми конторами, табачными лавочками и оказывать множество мелких услуг. Домброз смог служить в этом смысле образцом. Как-то раз в деревне, катаясь с друзьями в шарабане, он велел кучеру остановиться перед мастерской сапожника, купил для своих гостей двенадцать пар обуви, а для себя ужасные сапоги и даже имел мужество носить их целых две недели. Эта история развеселила любовников. Она рассказала и другие случаи. Оживилась, помолодела, стала по-прежнему мила и остроумна. Она одобрила намерение Фредерика немедленно съездить в Нажан. Они нежно простились. На пороге она еще раз шепнула ему «Ведь ты меня любишь, правда?» «На веки твой» — был его ответ. Дома его ждал посыльный с запиской-карандашом, сообщавший, что Розанетта вот-вот должна родить. Последние дни он был так занят, что забыл об этом. Она теперь находилась в специальном заведении в Шайо. Фредерик нанял фиакр и поехал туда. На углу улицы Марбев он увидел дощечку, на которой крупными буквами было написано «Лечебница с отделением для рожениц, содержательница госпожа Алессандри, акушерка первого разряда, окончившая курс в институте материнства, автор многих трудов и т.д. С улицы над калиткой, заменявшей оборота, вывеска повторяла ту же надпись с пропуском слов отделения для рожениц «Лечебница госпожи Алессандри» и перечисляла все звания владелицы. Фредерик постучал. Горничная с манерами субредки ввела его в гостиную, где стояли стол красного дерева, кресла, обитые малиновым бархатом и часы под стеклянным колпаком. Почти сразу же вышла хозяйка. Это была высокая брюнетка лет сорока, с тонкой талией, красивыми глазами, видимо, знающая свет. Она сообщила Фредерику, что мать благополучно разрешилась от бремени и повела его к ней. Розанетта встретила Фредерика несказанной улыбкой и, словно задыхаясь от любви, утопая ее в ее волнах, тихо сказала «Мальчик, вон там, там!» и показала на колыбельку, стоявшую возле кровати. Он раздвинул занавески. Среди белья лежало что-то желтовато-красное, страшно сморщенное, дурно пахнущее и громко орущее. «Поцелуй его!» Чтобы скрыть свое отвращение, он ответил «Я боюсь сделать ему больно». «Нет, нет!» Он еле коснулся губами своего ребенка. «Как он на тебя похож!» Слабыми руками она обняла его за шею с такой горячей нежностью, какой она никогда еще не проявляла. Он вспомнил о госпоже Домброз. Ему показалось чудовищным обманывать это бедное создание, любившее и страдавшее со всей непосредственностью своей натуры. Несколько дней подряд он просиживал у нее до самого вечера. В этом укромном доме она чувствовала себя счастливой. У окон, выходивших на улицу, ставни постоянно бывали закрыты. Комната ее, обтянутая светлым штофом, выходила в большой сад. Вот госпожа Алисандри, единственной слабостью которой была привычка выдавать знаменитых врачей за своих близких приятелей, окружила ее заботами. Товарки Розанетты, почти все провинциальные барышни, очень скучали, так как никто их не навещал. Розанетта заметила, что ей завидуют, и с гордостью сказал об этом Фредерику. Разговаривать, однако, приходилось в полголоса. Стены были тонкие, и хотя разносились, не умолкая звуки фортепиано, все держались на стороже. Он, наконец, собрался ехать в Нажан, как вдруг пришло письмо от Деларье. Появились два новых кандидата. Один — консерватор, другой — красный. Третий, каков бы ни был он, уже не мог рассчитывать на успех. Виноват сам Фредерик. Он пропустил подходящий момент. Ему следовало расшевелиться и приехать раньше. Ты даже не показался в сельскохозяйственном обществе. Адвокат порицал его за то, что у него нет связи с газетами. Ах, если бы ты вовремя послушался моих советов! Если бы у нас была своя газета! Он это подчеркивал. Впрочем, многие из тех, кто голосовал бы за него из уважения к Дамброзу, теперь уже отпали. Сам Деларье был в их числе. Он больше ничего не ждал от капиталиста и отступился от его подопечного. Фредерик пошел с этим письмом к госпоже Дамброзу. — Так ты не был в Нажане? — спросила она. — Почему ты спрашиваешь? — Я видела Деларье три дня тому назад. Узнав о смерти ее мужа, адвокат явился к ней, чтобы вернуть заметки о каменноугольном предприятии и предложил свои услуги в качестве поверенного. Фредерику это показалось странным. Что же его друг делает в Нажане? — Госпожа Дамброзу пожелала узнать, чем был занят Фредерик во время их разлуки. — Я был болен, — ответил он. — Ты должен был хотя бы предупредить меня. — Не стоило. К тому же у него было множество хлопот, деловых свиданий, визитов. С этих пор жизнь его раздвоилась. Он регулярно ночевал у капитанши, а вторую половину дня проводил у госпожи Дамброз, так что свободного времени у него оставалось не более часа в день. Ребенка отправили в деревню, в Андии. Родители навещали его каждую неделю. Дом кормилицы находился поблизости от деревни, в глубине маленького двора, усланного соломой, мрачного, как колодец. Там ходили куры, под навесом стояла тележка для овощей. Розанетта первым делом осыпала своего мальчика неистовыми поцелуями, а потом в каком-то безумном порыве начинала суетиться, пыталась доить козу, ела простой крестьянский хлеб, выдыхала запах навоза, готова была даже взять щепотку его в носовой платок. Потом они совершали длинную прогулку. Она заходила в садоводство, срывала ветки сирени, свешившиеся через ограду. Завидя осла, запряженного в двуколку, кричала «Ну, пошел, серый!» Или останавливалась у решетки красивого сада и любовалась им. Или же кормилица выносила ребенка, укладывала его в тени орешника, и обе женщины целыми часами болтали всякие глупости. Фредерик, оставаясь тут же, созерцал квадраты виноградников, среди которых местами виднелась густая листва какого-нибудь дерева, пыльные тропинки, похожие на серые ленты, дома, белыми и красными пятнами выделявшиеся среди зелени. По временам у подножия холмов, поросших кустами, тянулся горизонтальный дымок локомотива, похожий на гигантское страусовое перо, кончик которого порой отрывался и таял. Потом глаза Фредерика снова останавливались на сыне. Он представлял его себе юношей, надеялся, что он будет ему товарищем, но, быть может, из него выйдет дурак, во всяком случае человек несчастный. То, что он незаконорожденный, всегда будет тяготеть над ним. Лучше было бы для него не родиться вовсе, и непонятная тоска наполняла сердце Фредерика, шептавшего «бедное дитя». Они часто опаздывали на последний поезд. В таких случаях госпожа Дамброс журила его за неаккуратность. Он сочинял какую-нибудь небылицу. Небылице приходилось изобретать и для Розанетты. Она не понимала, что он делает по вечерам. Когда бы к нему не послать, его вечно нет дома. Как-то раз обе женщины пришли к нему почти одновременно. Капитаншу он выпроводил, а госпожу Дамброс спрятал, сказав, что должна приехать его мать. Вскоре эта ложь начала забавлять его. Клятву, данную одной, он повторял другой, посылал обеим одинаковые букеты, писал им одновременно, а потом сравнивал письма, но в мыслях его вечно жила третья. Ее недосягаемость была оправданием вероломства, которое обостряло удовольствие, внося в него разнообразие. И чем больше он обманывал одну или другую, тем сильнее была их ответная любовь, как будто чувство к нему госпожи Дамброс распаляло страсть Розанетты, и, наоборот, как будто соревнуясь друг с другом, каждая хотела заставить его забыть о сопернице. — Оцени мое доверие, — сказала однажды госпожа Дамброс, показывая письмо, в которое ей сообщали, что господин Муро живет с некой Розой Брон. — Чего доброго? Это та самая, которая была с тобой на скачках? — Что за вздор, — возразил он. — Дай взглянуть. В письме, написанном печатными буквами, подпись отсутствовала. Вначале госпожа Дамброс терпела эту любовницу, благодаря которой легче было скрывать их связь. Но теперь, когда любовь ее стала более страстной, она потребовала разрыва, что, по словам Фредерико, давно уже было сделано. В ответ на все его уверения она прищурилась, и, обратив на него взгляд, поблескивавший, словно острее кинжала под кисеей, спросила, «Ну, а другая?» — Какая другая? — Жена торговца посудой. Он презрительно пожал плечами. Она не настаивала. Но однажды, месяц спустя, когда речь зашла о чести и честности, и он похвастался вскользь осторожности ради, этим качеством она сказала, «Это правда. Ты честный. Ты больше не ездишь туда». «Куда это?» «До госпожи Орну?» Он стал умолять ее признаться, от кого у нее эти сведения. Она получила их от одной из своих портних, госпожи Орежембар. Значит, ей была известна его жизнь. Он же о ее жизни ничего не знал. Между тем, в ее туалетной он обнаружил миниатюрный портрет господина с длинными усами. Уж не тот ли это, о самоубийстве которого ему говорили что-то неопределенное? Но не было никакой возможности узнать больше. Да, впрочем, к чему? Сердце женщины — ларец с секретом, со множеством ящичков, вставляемых один в другой. Стараешься изо всех сил, ломаешь ногти и, наконец, находишь высохший цветок, хлопья пыли или пустоту. И к тому же он боялся, пожалуй, узнать слишком много. Она заставляла его отказываться от приглашений в те дома, куда ей нельзя было ехать вместе с ним, держала его при себе, страшилась потерять. И, несмотря на близость, возрастающую с каждым днем ни с того ни с сего, из-за какой-нибудь безделицы, различия во взглядах на то или иное лицо или произведение искусства, между ними открывалась бездна. У нее была особая манера играть на рояле, сдержанная, сухая. Ее спиритуализм, госпожа Домброс верила в переселение душ, на звезды, не мешал ей держать свою казну в образцовом порядке. Она была высокомерна с прислугой, при виде лахмоти в бедняка глаза ее оставались сухи, наивный эгоизм прорывался в выражениях, «Какое мне дело? Хороша бы я была!» С какой стати? И в тысячи мелких, не поддающихся анализу, но отвратительных поступков. Она могла подслушивать у дверей. На исповеди, вероятно, лгала. Из деспотизма пожелала, чтобы по воскресеньям Фредерик сопровождал ее в церковь. Он повиновался и носил ее молитвенник. Потеря наследства вызвала в ней большую перемену. Грусть, которую объясняли смертью господина Домброса, была ей к лицу, и она по-прежнему принимала у себя много народу. С тех пор, как Фредерику не повезло на выборах, она мечтала о том, чтобы он получил место при посольстве, где-нибудь в Германии. Поэтому прежде всего следовало приспособиться к господствующим взглядам. Одни желали империи, другие — возвращения Орлеанского дома, третий — графа Шамбора. Но все сходились на том, что необходимо децентрализация. Предлагалось несколько ее способов. Например, разбить Париж на множество больших улиц и устроить из них деревни, правительство перевести в Версаль, учебные заведения в Бурж, упразднить библиотеки, дела доверить дивизионным генералам. Все превозносили деревню, ибо у неграмотного человека больше природного здравого смысла, чем у всех прочих. Ненависть так и кипела. Ненависть к учителям начальной школы и к виноторговцам, к курсам философии, к лекциям по истории, к романам, красным жилетам, длинным бородам, ко всякой независимости, ко всякому проявлению индивидуальности, ибо надо было восстановить принцип власти. «Откуда бы она ни исходила, во имя чего бы она ни действовала, лишь бы это была сила, власть!» Консерваторы рассуждали теперь так же, как Сенекаль. Фредерик перестал что-либо понимать, слыша в доме своей давнишней любовницы те же речи, произносимые теми же людьми. Салоны кокоток, с того времени они и начали играть роль, были нейтральной почвой, где встречались реакционеры разного толка. Юсанэ, занимавшийся развенчанием современных знаменитостей, дело полезное для восстановления порядка, возбудил в Розанэте желание устраивать у себя вечера, как это делается у других. Он стал бы писать о них отчеты. И вот для начала он привел человека серьезного, фюмишона. А затем появились Нонанкур, де Грамонбиль, де Ларсиюа, бывший префект, и Сизи, ставший теперь агрономом, убежденным нижнебретонцем и еще более ревностным христианином, чем прежде. Приходили и прежние любовники-капитанши, барон де Комен, граф де Жемияк и некоторые другие. Их развязность оскорбляла Фредерика. Желая дать им почувствовать, что он хозяин, Фредерик поставил дом на широкую ногу. Наняли грума, переменили квартиру, завели новую мебель. Эти расходы принесли ему пользу. Они наводили на мысль, что Фредерик богат и женится не из корысти. Зато его состояние таяло с поразительной быстротой. А Розанетта ничего во всем этом не понимала. Мещанка, потерявшая связь со своей средой, она обожала семейную жизнь, тихий домашний уют. Однако она была довольна, что у нее есть приемный день. Говоря о себе подобных, называла их эти женщины, желала быть и даже считала себя светской дамой. Она просила Фредерика больше не курить в гостиной и приличие ради заставляла его есть постное. Словом, она изменяла своей роли, становилась серьезной и, ложась спать, выказывала всякий раз некую меланхолию. Так перед кабаком сажают иной раз кипарисы. Он открыл причину этой перемены. Она тоже мечтала о браке. Фредерика это ожесточило. К тому же он не забыл о ее появлении у госпожи Арну, да и сердился на нее за то, что она долго ему сопротивлялась. Все же Фредерик пытался узнать, кто были ее любовники. Она все отрицала. Им обладела своего рода ревность. Его раздражали подарки, которые она получала, продолжала получать, и по мере того, как его все больше возмущал характер этой женщины, чувственность, властная, звериная, влекла его к ней. Мгновенное наслаждение, сразу же переходившее в ненависть. Слова, улыбка, голос Розанетты все опротивило ему, в особенности ее глаза, этот женский взгляд, неизменно прозрачный и бессмысленный. Порой ему становилось так тошно, что если бы она умерла у него на глазах, он остался бы равнодушен. Но как найти повод для ссоры? Ее кротость приводила его в отчаяние. Вновь появился Деларье и объяснил свою поездку в Нажан тем, что приценялся к адвокатской конторе. Фредерик обрадовался ему. Все-таки близкий человек. Он вел его к Розанетте. Адвокат время от времени обедал у них, а если возникали пререкания, всегда становился на сторону Розанетты. И однажды Фредерик сказал другу, «Ну и живи с ней, если она тебе по душе». Так ему хотелось найти повод, чтобы избавиться от капитанши. В середине июня Розанетта получила от судебного пристава Атаназа Гутро извещение, в котором ей было предложено уплатить четыре тысячи франков. Ее долг — девице Клеманс Ватназ. В противном случае придется завтра же произвести опись имущества. Действительно, из четырех векселей, подписанных ею свое время, оплачен был только один. Деньги, которые ей случалось иметь, уходили на другие нужды. Она поспешила к Арну. Он жил теперь в Сен-Жерменском предместе. Прежний привратник не знал, на какой улице. Она решила посетить еще несколько друзей. Никого не застала дома и вернулась в отчаянии. Она ничего не хотела говорить Фредерику, дрожа при мысли, что эта новая история помешает их браку. На следующее утро явился Атанас Готро в сопровождении двух помощников. Один был бледный, невзрачный, с печатью зависти на лице. Другой щеголял в воротничке, в брюках с тугими штрипками и носил на указательном пальце колпачок из черной тофты. Оба казались омерзительно грязными. И у того, и у другого ворот сюртука просолился, а рукава были слишком коротки. Патрон их, мужчина как раз очень красивый, стал извиняться, что пришел по неприятному делу, а в то же время оглядывал квартиру, полную примилых вещиц, честное слово, и прибавил, не считая тех, на которые нельзя наложить арест. По его знаку оба понятых скрылись. Он рассыпался в комплиментах. Кто бы мог подумать, что у особы столь прелестной нет надежного друга. Продажа имущества с торгов большое несчастье. От этого никогда не оправится. Он попробовал испугать ее. Потом, увидев, что она взволнована, принял отеческий тон. Он знает людей. Ему приходилось иметь дело со всякими дамами, и, называя их имена, он рассматривал картины на стенах. Эти картины принадлежали прежде милейшему Орну. Эскизы Сомбаза, акварели Бюрье, три пейзажа Дитмера. Розанетта, очевидно, не представляла себе их ценности. Готро обернулся к ней. «Послушайте, чтобы доказать вам, что я добрый малый, сделаем так. Уступите мне этих Дитмеров, и я оплачу ваши долги. Решено?» В эту минуту в комнату вошел, не снимая шляпы, разгневанный Фредерик. Он только что в передней узнал обо всем от дельфины и заметил обоих понятых. Готро снова принял величественный вид, а так как дверь оставалась открытой, он заговорил громко. «Итак, господа, запишите. Во второй комнате дубовый стол с двумя откидными досками, два буфета». Фредерик перебил его, спросив, нет ли способа избежать описи. «О, разумеется, есть. Кто платил за обстановку?» «Я». «В таком случае подайте встречный иск. Выиграйте время». Готро поспешил закончить опись и, составив протокол по делу мадемуазель Бром, удалился. Фредерик не сделал ни единого упрека. Он рассматривал пятна на ковре, следы побывавших здесь грязных сапог и, разговаривая сам с собой, сказал, «Надо достать деньги». «Боже мой, какая же я дура!» воскликнула капитанша. Она порылась в ящики, вынула какое-то письмо и поспешила в общество освещения городов Лангедока, чтобы получить стоимость своих акций. Она вернулась через час. Бумаги были проданы другому лицу. Служащий, посмотрев на ее документы, обязательства, подписанные Арну, ответил ей, «Эта бумага не дает вам никаких прав на акции. Компания ее не признает». Словом, ее спровадили. Задыхаясь от волнения, она сказала, что Фредерику надо сейчас же отправиться к Арну для выяснения вопроса. Но Арну может подумать, что он хочет косвенным путем получить с него свои пятнадцать тысяч франков. К тому же обращаться с требованием денег к человеку, который был покровителем его любовницы, казалось ему низостью. Избрав другой путь, он достал у госпожи Домбрюс адрес жены Режембара, отправил к ней посыльного и узнал, таким образом, какое кафе посещает теперь гражданин. Это было маленькое кафе на площади Бастилии. Здесь Режембар проводил весь день, неподвижно сидя в дальнем углу направо. Казалось, он составлял часть обстановки. Пройдя последовательно ряд стадий, полчашки кофе, грог, бишов, подогретое вино и даже воду, подкрашенную вином, он вновь обратился к пиву и теперь каждые полчаса ронял одно лишь слово — «Кружку». Сократив свою речь до минимума. Фредерик спросил его, встречается ли он с Арну. «Нет». «Почему же? Он болван». «Может быть, их разделяли политические взгляды?» Фредерик счел уместно осведомиться о кампене. «Скотина», сказал Режембар. «Как так?» «Телящая голова». «Да объясните же мне, что такое телящая голова?» Режембар презрительно усмехнулся. «Глупости». После долгого молчания Фредерик снова спросил, «Так он переехал на другую квартиру?» «Кто?» «Арну». «Да». «На улице Флерюс». «Номер дома?» «Разве я бываю у иезуитов». «Как у иезуитов?» Гражданин ответил в ярости. «На деньги одного патриота, с которым я его познакомил, этот скот открыл торговлю четками». «Не может быть!» «Сходите сами, увидите!» Оказалось, что это сущая правда. Арну, перенесший апоплексический удар, обратился к религии. Впрочем, у него всегда имелись наклонности к благочестию. И вот, совмещая торгашество с чистосердечием, как это было ему свойственно, чтобы спасти и душу свою, и состояние, он принялся торговать предметами церковного обихода. Фредерик без труда отыскал магазин, на вывеске которого было написано «Готическое искусство, церковная утварь, украшения для храмов, раскрашенные изваяния, ладом трех волховов и так далее и тому подобное». По бокам витрины стояли две деревянные позолоченные статуи, выкрашенные в красный и голубой цвет, Иоанн Креститель в овечьей шкуре и святая Женевьева с розами в переднике и с прялкой под мышкой. Были и гипсовые группы, монахиня, поучающая девочку, мать на коленях возле кровати, трое школьников перед причастием, но лучше всего было некое подобие хижины, внутри которой находились осел, бык и ясли с младенцем Иисусом, лежавшим на соломе, самой настоящей соломе. Полки были завалены всевозможными четками, медальками, заставлены крапильницами формы раковин и портретами церковных знаменитостей, среди которых блистали его преисвященство епископ Афр и сам святейший отец. Оба улыбались. Арну сидел за прилавками и дремал, опустив голову. Он сильно постарел. На висках у него появились прыщи. Отблеск золотых крестов, освященных солнцем, падал на них. Фредерику стало грустно, когда он все это увидел. Но ради капитанши он сделал над собой усилие и вошел. В глубине магазина промелькнула госпожа Арну. Он поспешил уйти. — Я не мог разыскать его, — сказал Фредерик, вернувшись домой. Напрасно он уверял Розанетту, что тотчас же напишет насчет денег своему нотариусу в Гавр. Она вышла из себя. Нельзя себе представить человека более слабохарактерного. Какая он тряпка. Она терпит всевозможные лишения, а другие живут припеваючи. Фредерик думал о бедной госпоже Арну, рисуя себе горестную скудость ее жизни. Он сел за письменный стол, а так как пронзительный голос Розанетты не умолкал, он бы скликнул. — Да замолчи ты, Бога ради! — Ты чего доброго еще станешь заступаться за них? — И стану! — крикнул он. Откуда у тебя такая злоба? — Ну ты-то почему не хочешь, чтобы они заплатили? Боишься огорчить свою прежнюю? Сознайся! Ему хотелось запустить в нее часами, которые стояли на столе. Он не находил слов. Розанетта, расхаживая по комнате, прибавила. — Я притяну твоего Арну к ответу. Обойдусь и без тебя, она поджала губы. Я посоветуюсь с юристом. Три дня спустя в комнату неожиданно вбежала дельфина. — Сударня! Сударня! Там какой-то человек с банкой клея напугал меня! Розанетта прошла на кухню и увидела забулдыгу с лицом изрытым оспой, с парализованной рукой полупьяного. Он что-то бормотал. Это был рассыльный гутро, расклеивавший объявление. Встречный иск был отвергнут. И естественным следствием была распродажа с аукционом. За свои труды, состоявшие в том, что он поднялся по лестнице, рассыльный сперва потребовал стаканчик вина, потом стал просить о другом. Ему хотелось билет в театр, он думал, что барыня актриса. Затем он несколько минут подмигивал, неизвестно зачем. Наконец заявил, что за сорок су оборвет от края объявления, которое он уже наклеил внизу на дверях. Розанетта была там названа по имени и фамилии, исключительная жестокость, доказывавшая всю ненависть ватназ. Когда-то ватназ отличалась чувствительностью и даже, переживая сердечное горе, написала письмо Беранже, просила у него совета. Но жизненные треволнения озлобили ее. Теперь она давала уроки музыки, держала столовую, сотрудничала в журналах мод, сдавала меблированные комнаты, торговала кружевами, имея дело с женщинами легкого поведения, причем благодаря своим знакомствам она многим, в том числе и Арну, могла оказывать услуги. До этого она служила в торговой фирме. Она раздавала там жалования работницам, на каждую было заведено по две книжечки, и одна из них оставалась у Ватнас. Дюссардье, который из любезности вел книжку некой Гортензии Баслен, пришел в кассу как раз в ту минуту, когда Ватнас принесла счет этой девушке 1682 франка, тут же выплаченная кассиром. Между тем, лишь накануне Дюссардье записал на счет Баслен всего 1082 франка. Под каким-то предлогом он попросил у работницы книжку, а потом, желая положить конец этой грязной истории, сказал ей, что книжку потерял. Гортензия Баслен по своей простоте пересказала эту выдумку ватнас, а та принялась с наигранным равнодушием расспрашивать честного приказчика. Он ограничился ответом, я ее сжег, и все. Вскоре после этого она ушла из фирмы, так и не поверив, что книжка уничтожена, и воображая, что она хранится у Дюссардье. Узнав, что он ранен, она примчалась к нему в надежде заполучить книжку. Но ничего не найдя, несмотря на самые настойчивые поиски, она прониклась уважением, а вскоре и любовью к этому человеку, такому честному и кроткому, такому отважному и сильному. Найти такое счастье в ее возрасте было нежданной удачей. Недаром она с жадностью ухватилась за Дюссардье, отказалась ради него от литературы, от социализма, от утешительных докторин и великодушных утопий, от лекций о раскрепощении женщины, которые она читала, от всего, даже от Дельмара. Наконец, она предложила Дюссардье вступить с ней в брак. Хоть она и была его любовницей, он нисколько не был влюблен в нее. К тому же, он помнил о ее воровстве. Да она была и слишком богата для него. Он отказался. Тогда она со слезами рассказала ему о своей мечте открыть вместе с ним магазин готового платья. Для начала у нее имелись деньги, к которым на следующей неделе должны были прибавиться еще четыре тысячи франков. Она рассказала об иске предъявленном капитанше. Дюссардье это огорчило из-за его друга. Он помнил портсигар, подаренный ему на гауптвахте, вечера на набережной Наполеона, задушевные разговоры, книги, которые ему давал Фредерик к множеству других любезностей. Он попросил ватнас отказаться от иска. Она высмеяла его за простоту и проявила непостижимую ненависть к Розанетте. Даже к богатству она стремилась лишь за тем, чтобы впоследствии унизить Розанетту приобрести собственный экипаж. Эта черная злоба напугала Дюссардье. Когда ему стал точно известен день, на который назначен аукцион, он ушел из дому. На следующее утро он в смущении явился к Фредерику. «Я должен просить у вас извинения». «За что?» «Вы, наверное, считаете меня неблагодарным, ведь она со мной». Он запинался. «Ой, я с ней больше не увижусь, я не буду ее сообщником». Фредерик смотрел на него, не скрывая удивления. «Разве не правда, что у вашей подруги через три дня будет распродажа?» просил Дюссардье. «От кого вы слышали?» «Да от нее самой, от вот нас. Но я боюсь, что вы обидитесь». «Полно, дорогой друг. Правда, вы такой добрый». Он смиренно подал ему маленький софьяновый бумажник. В нем было четыре тысячи франков. все его сбережения. «Что вы? Нет, нет». «Я так и знал, что вы обидитесь», со слезами на глазах ответил Дюссардье. Фредерик пожал ему руку. Честный малый стал умолять его, «Возьмите, сделайте мне удовольствие. Я в таком отчаянии. Да, впрочем, разве не все погибло? Когда настала революция, я думал, что мы будем счастливы. Помните, как все было хорошо, как легко дышалось, но теперь еще хуже, чем раньше». Он уставил глаза в пол. «Теперь они губят нашу республику, как погубили когда-то римскую. А несчастная Венеция, несчастная Польша, несчастная Венгрия, как все это возмутительно. Сперва срубили деревья свободы, потом ограничили избирательное право, закрыли клубы, восстановили цензуру и отдали школы в руки священников, не хватает только инквизиции, а может быть и ее восстановят? Ведь консерваторы были бы рады казакам. Запрещают газеты, если в них пишут против смертной казни. Париж наводнен штыками, в 16 департаментах объявлено осадное положение, амнистию снова отвергли». Он схватился за голову, потом в порыве отчаяния развел руками. «А почему бы не попробовать? Если бы люди были почестнее, можно бы еще столковаться. Да нет, рабочие не лучше буржуа, вот в чем беда. На днях в Эльбефе, на пожаре они отказались помогать. Какие-то мерзавцы называют барбеса аристократом. Чтобы сделать народ посмешищем, они хотят избрать в президенты на до каменщика. Ну, что вы на это скажете? И ничего не поделаешь, ничем не поможешь. Все против нас. Я никогда никому не делал зла, а на душе словно камень. Я с ума сойду, если так будет продолжаться. Лучше бы меня убили. Уверяю вас, этих денег мне не нужно. Вы их отдадите, черт возьми, я даю вам их в долг. Фредерик, вынужденный к тому необходимостью, взял в конце концов эти четыре тысячи франков. Таким образом тревоги, связанные с Ватнас, прекратились. Но вскоре Розанетта, возбудившая дело против Арну, проиграла процесс и из упрямства решила обжаловать постановление суда. Деларье выбился из сил, стараясь ей растолковать, что обещание Арну не представляет собой ни дарственной записи, ни формальной передачи. Она даже не слушала его, считая закон несправедливым. Все это от того, что она женщина, а мужчины друг за другом стоят. В конце концов, она все же послушалась его советов. Он так распоясался, что даже несколько раз приводил к ним обедать с Сенекалю. Подобная бесцеремонность была неприятна Фредерику, который помогал ему деньгами и даже одевал у своего портного. Адвокат же свои старые сюртуки отдавал социалисту, существовавшему неизвестно на какие средства. Все же Деларье хотелось оказать услугу Розанетте. Как-то раз, когда она показала ему двенадцать акций компаний по добыче Каолина, предприятие, из-за которого Арну приговорили к штрафу в тридцать тысяч франков, он воскликнул «Тут что-то неладное, отлично». Она имела право подать на Арну в суд, требуя возмещения стоимости этих бумаг. Прежде всего, можно доказать, что в силу круговой поруки он отвечает всем своим имуществом за долги компании. Кроме того, он выдал, очевидно, свои личные долги за долги компании, иначе говоря, присвоил себе часть ее имущества. Все это дает повод к обвинению его в злостном банкротстве. Статьи 586 и 587 Торгового кодекса. И мы его засадим, прелесть моя, будьте уверены. Розанетта бросилась ему на шею. На другой день он передал ее дело своему бывшему патрону, не имея возможности заняться им, так как ему предстояло ехать в Нажан. В случае надобности Сенекаль ему напишет. Покупка нотариальной конторы была только предлогом. Он все время проводил урок, причем с самого начала не только расхваливал их общего друга, но и старался по возможности подражать его манерам и речам. Этим он заслужил доверие Луизы, а благосклонности ее отца добился благодаря яростным нападкам на Ледрю Роллена. Фредерик не приезжает потому, что вращается в высшем свете, но постепенно Деларье выкладывал им, что тот влюблен в кого-то, что у него есть ребенок, есть содержанка. Луиза пришла в отчаяние. Велико было и негодование госпожи Муро. Ей уже казалось, что сын ее, подхваченный вихрем, летит в пропасть. Она, благоговейно соблюдавшая приличие, была оскорблена поведением Фредерика и переживала все это как личное бесчестие. Но вот однажды выражение ее лица изменилось. Когда ее спрашивали, как поживает Фредерик, она многозначительно отвечала «Прекрасно, превосходно». Она узнала, что он женится на госпоже Домброз. День свадьбы был уже назначен, и Фредерик старался придумать, как преподнести это известие Розанетте. В середине осени она выиграла процесс, связанный с акциями компании по добыче Каолина. Фредерик узнал об этом от Сенекаля, который как раз шел из суда и встретился ему у подъезда. Арну признали соучастником всех злоупотреблений, и бывший репетитор видимо так обрадовался этому, что Фредерик не дал ему подняться к Розанетте, сказав, что сам обо всем сообщит ей. Он вошел к ней раздраженный. «Ну вот, можешь радоваться!» Но она не обратила внимания на его слова. «Посмотри-ка!» Она указала ему на ребенка, лежавшего в колыбели возле камина. Утром у кормилица она нашла его в таком плохом состоянии, что решила перевезти в Париж. Ручки и ножки его исхудали, губы усеяны были белыми пятнышками, а во рту словно белели сгустки молока. «Что сказал врач?» «Врач?» «Он считает, что от переезда у него усилился…» «Не помню уж какое-то название на «ид». Словом, у него молочница. Знаешь такую болезнь?» Фредерик без малейшего колебания ответил. «Конечно!» и прибавил, что это пустяки. Но вечером он испугался. Такой жалкий вид был у младенца. И столько появилось белых пятнышек, напоминавших плесень, как будто жизнь уже покинула это хилое тельце и остался лишь прах, покрывавшийся этой растительностью. Ручки были холодные, ребенок уже не мог пить, и кормилица новая, которую привратник нанял для них через контору, твердила «Плох он, очень плохо». Розанетта всю ночь не ложилась. Утром она позвала Фредерико. «Пойди сюда, он не шевелится». В самом деле, ребенок был мертв. Она взяла его на руки, пробовала трясти, обнимала, называя самыми нежними именами, осыпала поцелуями, сжимала в объятиях, растерянно бегала по комнате, рвала на себе волосы, кричала, наконец рухнула на диван и так осталось лежать с открытым ртом, с остановившимися глазами, из которых строились потоки слез. Потом на нее нашло оцепенение и все в квартире утихло. Кресла и стулья были опрокинуты, валялись полотенца, пробило шесть часов. Ночник погас. Фредерико, глядевшему на все это думалось, не сон ли? Сердце его сжималось от тоски. Ему казалось, что это смерть только начало и что за ней таится близкое и еще более тяжкое несчастье. Вдруг Розанетта мягко спросила, «Мы сделаем так, чтобы он сохранился, хорошо?» Ей хотелось набальзамировать его. Но тут возникло много трудностей. По мнению Фредерико, самый веский довод против этого сводился к тому, что нельзя бальзамировать таких маленьких детей. Лучше заказать портрет. С этой мыслью она согласилась. Он написал записку Пелерену и дельфина отнесла ее. Пелерен поспешил прийти, желая загладить своим рвением воспоминания о прежних поступках. Сначала он сказал «Бедный ангелочек, боже мой, какое горе!» Но мало-помалу в нем проснулся художник, и он заявил, что с этими коричневыми тенями вокруг глаз, этим посиневшим личиком нельзя ничего сделать. Получится просто натюрморт, тут требуется большой талант, он бормотал «Трудно, очень трудно! Только бы вышло похоже», — заметила Розанетта. «Ну вот еще, очень мне нужно ваше сходство, долой реализм, надо передавать сущность, дух! Оставьте меня!» «Постараюсь вообразить, каким он был прежде!» Он стал размышлять, подперев лоб левой рукой, придерживая локоть правый, потом вдруг воскликнул «Вот, что мне пришло в голову?» «Постель!» «С помощью полотонув и еле обозначенных контуров можно достичь большой выразительности!» Он послал горничную за своим ящиком. Потом, подставив себе под ноги скамеечку, придвинул стул и стал делать набросок с такой невозмутимостью, словно рисовал гипсовую фигуру. Он восхвалял маленьких иоаннов-крестителей Коррэджу, инфанту Розу Веласкеса, молочные тона Рейнольдса, изысканность Лоуренса, но главное того мальчика с длинными волосами, что сидит на коленях у леди Глоувер. Да и может ли быть что-нибудь очаровательнее этих малышей? Тип высшей красоты? Рафаэль доказал это своими Мадоннами, пожалуй, мать с младенцем. Розанетту душили слезы, и она вышла. Каков Арну? воскликнул Калерен. Вы знаете, что произошло? Нет. А что? Так, впрочем, и должно было кончиться. Да что такое? Теперь он уже может быть... Простите. Художник встал и слегка приподнял голову Трупика. Так вы сказали, начал Фредерик. Фредерик прищурился, чтобы лучше определить пропорции. Я сказал, что приятель наш Арну сейчас, вероятно, уже за решеткой, и с удовлетворением добавил. Посмотрите, хорошо получается. Превосходно, но что же Арну? Фредерик положил карандаш. Насколько я мог понять, его преследует некий Миньо, приятель Рыжимбара. Это тоже хорош, а? Что за идиот? Представьте себе, как-то раз, да ведь не в Рыжимбаре дело, вы правы, так вот, вчера вечером Арну должен был достать двенадцать тысяч франков, иначе ему крышка. Это, наверное, преувеличено, заметил Фредерик. Ничуть, по-моему, дело серьезное, весьма серьезное. В эту минуту вернулась Розанетта с красными воспаленными, как будто подкрашенными веками. Она посмотрела на рисунок. Пелерин жестом дал понять, что прервал рассказ из-за нее, но Фредерик не обратил на это внимания. Все же я не могу поверить. Повторяю, продолжал художник. Я встретил его вчера в семь часов вечера на улице Жакоба. И с предосторожности он даже с собой паспорта не взял. Говорил, что собирается сесть в Гаври на пароход со всем семейством. Как? И с женой? Разумеется. Он хороший семьянин и не станет жить в одиночестве. Вы уверены? Еще бы. Подумайте, где он мог бы раздобыть двенадцать тысяч франков? Фредерик раза два-три прошелся по комнате. Ему трудно было дышать. Он кусал губы, потом селся за шляпу. Куда же разонета? Он молча вышел. Селся